Статистика Минздрава в последние дни тревожит. Если 15 октября зараженных в сводке было 388 человек, то уже сегодня 547 инфицированных. Рост налицо. В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 547 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. В Бишкеке зарегистрировано 123 случая, в Чуйской области – 76, в Аше – 52, в Оржской области – 85 человек, в Джалабадской – 79 случаев, в Баткенской – 90, в Иссыкульской – 23, в Нарынской области – 4 и Таласской области – 15 случаев заражения. Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 54006 случаев COVID-19. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике по мере нарастания количество больных будут разворачивать койко-места в два этапа для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. На осенне-зимний период для подготовки ко второй волне запланировано развернуть более 8000 коек, это 8100 с лишним коек. Из них тысячу коек – это реанимационные, в палатах интенсивной терапии. На первом этапе более 4000 коек развернуто, а на второй этап запланированы уже в случае увеличения заболеваемости задействовать стационары соматического профиля, терапевтические отделения. Так, по данным Минздрава, в настоящее время открыто 4550 коек, в том числе 359 в палатах интенсивной терапии и 1631 койко-место свободно. В стационарах находится 2919 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии 101. И на сегодняшний день наибольшее количество, так скажем, госпитализированных пациентов наблюдается в Оржской области, в Южном регионе. По городу Бишкек ситуация. На сегодня у нас развернуты стационары, более 8 стационаров. Это Республиканская инфекционная клиническая больница, больница Крыско-Турецкой дружбы, городская клиническая больница номер один, железнодорожная больница, в национальном центре в Тезиатрии у нас открыто отделение. Для детей открыто отделение Национального центра охраны материнства и детства на 80 коек. По словам врачей, они готовы ко второй волне коронавируса. Для этого они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а запасы лекарств пополняются по линии Минздрава. За каждым стационаром закреплено необходимое число сотрудников. Кроме того, по всей стране в онлайн-режиме работает консультативная помощь.